сейчас мы толику отправим запрос да видите короче повсюду вышки 5g ребята быстрее возвращайтесь да да повсюду говорю вышки 5g уже висят а почему-то все лагает интернет все не работает да это кстати ничего погнали про начинающих артистов давай еще раз повторю вопрос чтобы вы посоветовали начинающему артисту в которого никто не верит ребята это нормальная история потому что ни в кого никогда не верят как-то пессимистично относятся ко всему особенно к творчеству моя история такова когда я собирался переезжать в москву абсолютно никто не верил в то что у меня что-то получится все меня отговаривали говорили что блин таких как ты там кроме меладзе кроме меладзе на тот момент когда я собирался переехать москву и когда все получилось все сказали о блин братан красава мы вот прям знали что так и будет это лишь говорит о том что верьте в себя сами и все у вас получится никогда не сдавайтесь не опускайте руки тогда сто процентов получится самая большая вера должна быть конкретно у вас да я согласен еще очень важно окружение которое рядом с тобой находится хотя бы один-два человека которые прям говорят тебе в те не не частые моменты когда у самого вот полетчик и не частные моменты когда у самого опускаются руки вот должен быть еще рядом человек который скажете соберись тряпка потому что действительно мы вот наша история явно доказывает это потому что мы просто самого детства как-то шли на пролом и самое главное вот я помню что у меня было всегда это вера поэтому пофиг вообще на всех кто что говорит это неважно главное верить самому себя да это правда следующий вопрос бро как полюбить себя и свое тело вопрос как полюбить себя и свое тело у нас вопросы чисто это да по нашей больно они знают ты понимаешь они знают кому задавать вопросы да это прям наша с тобой история это больная тема на самом деле конечно же нужно любить себя и все что с этим связано но не будьте чересчур белая потому что но все таки все таки нужно заниматься собой для того чтобы себя любить посвящать особенно тело нужно мог посвящать максимум времени допустим вот посмотрите на тему и посмотрите на меня и поймите что у вас еще не все кончено говоря что я что тема мы очень много времени проводим в тренажерных залах тема еще больше занимается вот я там с травмой долгое время вообще ничем не занимался я сейчас пытаюсь вернуться к тому что там занялся хореографией пытаясь ходить в зал там еще что мы постоянно чем-то занимаемся для того чтобы не запустить себя это очень важно и тогда вы будете любить себя ценить как минимум потому что это все труд который вы делаете мне мне кажется тут еще знаешь какой важный момент очень сильно то что ну понять что каждый человек в целом он полноценный и нельзя себя слишком уж загонять потому что как-то большинство людей очень любят искать в себе больше минусов чем плюсов мы тоже постоянно недовольны собой но в целом короче нужно просто осознать то что не существует никаких стандартов не существует никакой красоты и так далее то есть чем бы ты лучше не становился тебе все равно хочется всегда больше лучше и это классная мотивация главное опять же таки это полюбить себя и понять что вы уже красавчики вы уже полноценные и не знаю у меня он ты ты не дашь соврать талян валёк мой друг да из киева да у нас у меня валя друг и у тема валя друг да и у меня валя такой он сказать что он упитанный это как бы это сделать ему комплимент скажем честно но пацан настолько комфортно себя чувствует в этом настолько у него мощнейшая харизма что типа закрываются глаза это я к тому что реально стандартов никаких не бывает поэтому друзья не грузитесь вообще да пока тема вопрос я здесь нарисовал шедевр ребята да давай следующий вопрос где берете вдохновение для песен и сложно ли писать песню самому это вот это прям тяжелый вопрос потому что для меня треки пишется реально очень сложно очень сложно и вот допустим песню на ощупь я писал два года два года жесть прям жесть потому что ну то есть я написал куплет придумал мотив для припева но не мог его добить и потом только через год пришло вдохновение я вместе с ребятами там вот кто знает крутого рэпера локдога и саня с кейди они работают в паре вот вместе с ними мы смогли допинать этот трек получился реально хороший годный трек но понадобилось два года это очень сложно поэтому вдохновением как-то тяжело я представляю насколько сильно тебе этот трек уже надоел когда ты его выпустил просто потому что сейчас у меня с каждым треком такая история что пока короче раньше у нас как было в общем друзья приоткроем тайну нам присылал продюсер песню мы ее учили за два-три дня приезжали на студию записывали ничего мы не отслушивали никаких мастеров ничего Костя все делал сам потом присылал нам говорит есть правки права как правило практически не было потому что все звучало хорошо и все и ты в этот момент понимаешь что песня это кайф и так далее а когда пишешь особенно с самого начала и до самого конца раз возишься со сведением я просто выпускаю песни думаю капец как она мне надоело как теряется объективность уже ты уже не понимаешь качает она или нет хороший ли это трек вообще типа начинаешь сомневаться но у меня последнее время знаешь я вообще для себя прям аж выдохнул потому что я ну наверное последние лет шесть не мог написать песню полностью от начала и до конца сам либо были соавторы либо кто-то придумал топ-лайн ну то есть мелодию а вот сейчас я написал два трека полностью сам и вот я прям знаешь словил себя на мысли что это прям вот то что нужно то что мне нужно и вдохновение да вдохновение нужно черпать блин отовсюду заставлять себя если нет вдохновения надо прям типа ходить его искать делать дела и так далее но в основном коробка это близкие люди вдохновляют отношения любовь там и все прочее места и так далее да то есть вдохновение есть везде было бы желание его найти так next question как считаете всегда нужно покупать брендовые вещи я вообще не могу сказать что я шопоголик потому что я крайне мало вещей покупаю я вообще не за бренды в плане того что в последнее время но мне кажется что до смешного гуччи луи виттон там и вот эта вся история чуть ли не на лоб вешают бренды ну вот допустим сейчас на мне костюм дизайнерский костюм моей подруги из Казахстана многие знают что я ношу мне реально пока не нравится и нравится наверное какая-то некая индивидуальность то что вот такого мало у кого есть вот но типа мне так больше нравится но вообще я вообще типа брендом ZARA да блин офигенные шмотки ZARA One Love слушай ZARA берет подрезает коллекцию всех топовых дизайнеров и не парится все носят я вообще считаю что тот кто придумал ZARA он реально гений потому что ну типа блин это же так элементарно это так на поверхности что касается бренда и меня и я феномен ZARA да феномен ZARA меня больше бесит знаешь типа то что сейчас народ пытается казаться а не быть вот в том числе и бренды типа запустили мейнстрим на бренды спели несколько песен знаешь и типа мне нравятся бренды когда они как-то ну органично что ли выглядят а когда типа каждый второй носит одинаковую футболку Gucci тут нет ни стиля, ни индивидуальности, ничего особенно когда носят паленый бренд ну ребят серьезно лучше носить не паль обычные шмотки и выглядеть более стильно чем напали в этом и казаться казаться крутым спонсор Толя ну вот тут хороший вопрос о чем мечтали в детстве о классный вопрос ну наверное самая большая мечта у меня была банально связана с музыкой я мечтал очень рано понял что я буду петь и сказал что я вырос и буду артистом большим певцом но наверное как и у многих детей в детстве я мечтал стать космонавтом я мечтал о космосе мечтал увидеть землю вот ее вот не знаю такую красоту невероятную то что можно наблюдать сейчас благо есть интернет можно посмотреть в реальном времени даже на планету это круто вот в этом плане моя мечта сбылась но хотелось увидеть это в иллюминатор не знаю аж все это сейчас можно конечно сделать искусственно и почувствовать все то что я все то о чем мечтал в детстве короче отчасти ты уже выполнил свою мечту эту в общем у меня история такая сначала в самом детстве я помню у меня была история когда загорелась соседняя квартира бабушки моей мы в общем вместе всей семьей праздновали какой-то праздник я уже не помню у моей бабушки в квартире и загорелась соседняя дверь я был первым кто это почувствовал учуял этот запах а там полыхало так что мы типа ну реально ели выбрались прям соседняя дверь прикинь полностью горит хата да и короче приехали пожарные начали все тушить и я такой стою на них залипаю такой вау и я захотел стать пожарным потом я почему-то не помню почему даже что меня навеяло я захотел стать адвокатом но это быстро у меня ушло я хотел быть адвокатом ну в детстве знаешь ты наверное по другому все равно представляешь себе чуть-чуть эту профессию и потом потом мечтал стать певцом но сейчас мечтаю просто расти и развиваться и чувствовать себя потрясающе каждый день потому что когда тебе уже за 30 друзья ты начинаешь понимать что здоровье это важно Бро, короче, следующий вопрос Какое бы название дали книги своей жизни? Прикольный вопрос Прикольный вопрос Я бы Наверное, где-нибудь На закате Своей Жизни, своих лет Я бы выпустил книгу Наверное Моя роль В этой жизни Типа такого что-нибудь А о чем это было бы? Просто автобиография? Это было бы Наверное, какие-то, может быть Итоги, то, что я понял За всю свою жизнь Мое, наверное, истинное предназначение И смог ли я Этого добиться Наверное Анализ Самоанализ Да, ну и какие-то, может быть, советы Понятно А я, короче, в общем Начал прокачивать тут инстаграм Сколько я уже? Третью неделю Я каждый день что-то бомблю, бомблю, бомблю И понял, что у меня идет Очень крутой отклик На мотивацию На... Ну, короче, народ спрашивает Такие вопросы, знаешь И я понимаю, что, в принципе Есть над чем поработать И я вот последние, наверное, недели-две Активно работаю над написанием Это, короче, будет такой, знаешь Типа сводка правил моих жизненных Или принципов, по которым я живу Называться она будет Философия Акида Вот И, собственно, всегда хотелось Я еще давно когда-то хотел выпустить сборник стихов своих Но сейчас вот над этой темой В плане мотивации Очень активно работаю Интересно, что из этого получится Друзья, следите Посмотрим Я буду первым, кто прочитает Давай, браво, будет кайф Так, следующий вопрос Что для вас значит счастье? Счастье Это когда ты без звонка можешь войти в дом Ребята Проверка на возраст просто Да, да Откровенно говоря, счастье Это когда, блин, вот Как бы банально не звучало После вот этой всей истории пандемии Что приходит в голову реалии Что какой-то вирус Да, вот Микроскопически может поразить все человечество Становится как-то Страшно с одной стороны С другой стороны Ты понимаешь, насколько человек хрупкий и уязвимый И вот, наверное, полное счастье Это знать, когда все твои родные и близкие Просто живые и счастливые И у всех все хорошо Потому что такие моменты Ты реально понимаешь Что все твои проблемы, которые есть в твоей жизни А они у нас есть Как у всех людей Это не проблема Абсолютно Это мелочи, которые решаются Которые рано или поздно Ты над ними смеешься и думаешь Какой это пустяк Это все просто пыль По сравнению с тем Когда что-то случается Такое очень глобальное в твоей жизни Очень неприятное И ты, блин Ну вот реально Все, что в твоей жизни есть Значимость этому уменьшается просто В миллионы раз Да, тут я согласен Еще, знаешь, я себя ловил на мысли О том, что Последний вот год Я научился наконец-то Типа кайфовать от процессов То есть у меня Ушел этот Как это сказать Заклинт, что ли На цель, типа На результат Я начал больше, типа, кайфовать в процессе И понял, что Когда ты кайфуешь в процессе Ты, типа, намного себе свежее Счастливее реально чувствуешь Поэтому Мне кажется, что счастье Это такая тема Это не вспышки Это, в принципе, состояние В котором тебе просто хочется улыбаться В котором тебе хорошо И вот хочется Такое состояние ловить Как можно чаще И было бы круто Вот Любите люди Прямо здесь и сейчас Не откладывайте свои счастья На потом Это вот Это да Только в 30 Почти два года Я понял Одну мысль Что нужно реально Жить здесь и сейчас И получать удовольствие Всего Это вот В этом я согласен Сто процентов Нужно получать кайф От каждого Прожитого Прикинь Сколько нам еще Предстоит узнать Да Если мы после тридцатки Для себя такие открытия находим Просто Так Следующий вопрос Что ты знаешь О Толе Чего он не знает О себе И наоборот Ты знаешь что-то Обо мне Чего я о себе не знаю Пока ты Рассказываешь Я буду думать А я тоже не знаю Чего я о тебе Такого знаю Чего ты сам о себе Не знаешь А ну Толян, наверное, не знает Что он очень скромный Парень Хороший Я позитивный Из моментов Когда мы спим Понял Типа Блин Тема не знает Как он храпит Да Дело в том Что мы уже Сколько Ну мы Почти 6 лет Прожили Душа в душу И делили Всю жизнь На троих Блин Я даже не знаю Вот уже Не осталось никаких секретов Потому что Каждую возможность Мы использовали Где-то на кастролях Когда оставались Одни Рассказывали Травили истории Все Причем Секретные Не секретные Все секреты Мы рассказывали Ну не все Ладно Не все Не рассказывай Секретных историй Еще столько Ну наверное Но в принципе Все что можно было Мы рассказали Поэтому даже Я не знаю Что можно Такое рассказать О чем Мы не знаем Мы знаем Практически все Короче мы знаем Друг о друге Все И нет таких вещей Которые Мы даже И о себе знаем Все Окей Погнали дальше Так Что тут за вопрос А вот Проходили ли Какие-то тренинги И какие Как вообще Тонные книги Вот почему Я посоветовал Допустим Феномен Зара Очень классная книга Есть очень много Различных книг Вот мы были Амбассадорами Найк И там Найк нам Однажды Подарили Книгу Продавец обуви Да Что-то Величайший продавец Или продавец обуви Продавец обуви По-моему Офигенная книжка Такие Классические Богатый папа Бедный папа Роберт Киосаки Ну вот Короче Книги Мотивационные Они меня Прям очень сильно Вдохновляют Когда-то Я первый раз Прочитал книгу Секрет И вот она Наверное Пожалуй Поменяла Мою жизнь Кардинально В один момент Когда я Перестал Жаловаться На жизнь Перестал Ныть Перестал Вообще Вслух Произносить Какие-то Плохие Слова О том Что типа Что-то у меня Не получается Или что-то Плохо Я всегда Заряжаюсь Только Что все Цели Которые Я поставил Будут достигнуты И это Получается И это Реально Работает И еще Очень много Различных Видюх Можете Посмотреть Загуглить Или в Ютубе Посмотреть Джима Керри Как он Живет Не зря Он там Снял Однажды Фильм Всегда Говорит Да Это тоже Одна из Реальных Теорий Очень Классная Тема Которая Работает Когда ты Всегда Настраиваешь Только В хорошем Ключе Все К чему бы Ты не Прикасался Все Что ты Делаешь И это Реально Работает А что Касаемо Тренингов Блин Ну как-то Я Не знаю Наверное Я Вот к этому Пока не Пришел Может быть Когда-нибудь А Нет Слушай Ты же ходил На бизнес Тренинги Какие-то Я был На бизнес Тренингах И даже Летал В Майами На Тен Икс Это Очень Крутая Мировая История Где Собирается Предприниматель Со всего Мира И Там Самые Крутые Коучи Лидеры Мнений Миллиардеры Собираются И рассказывают Как они Построили Свой Бизнес На чем Он Вообще Основан И Как Они Удержались На плаву Это Прямо Очень Крутая История Потому Что Столько Классных Идей Новых Столько Крутых Инсайтов Крутых Своих Мотиваций Они Рассказывают Свой Жизненный Путь И Ты Просто Мотивируешь Что Думаешь Блин Чувак Сколотил Миллиарды Ни на чем Просто На воздухе На голом Энтузиазме Это Крутая Тема Когда Слушаешь Чужие Вообще Истории Реальные Жизненные Человек Добился Успеха Обязательно Это Нужно Впитывать Нужно Запоминать Все Потому Что В жизни Вам Это Пригодится Да Вот Мне Тоже Кажется Тут Самый Главный Вопрос В плане Правильности Выбора То есть Типа Понятно Что Есть Миллион Тренингов Ни о чем Сотрясающий Воздух Там И так Далее А вот Ну я не знаю Вот Я постоянно Типа Натыкаюсь На какие-то Видео Уилл Смита Знаешь И типа Думаю Блин Вот если бы Этот чувак Приехал Провел Тренинг Я бы Сто процентов На него Сгонял А что Касается Секрета Прикольно Получается На прошлом эфире Мы с Никитосом Тоже обсуждали Секрет И вот у него Вообще Кардинально Другое мнение Видишь На эту тему Потому что Он вообще Как-то Видит Это как Сектантскую Какую-то Тему Мне кажется Это тоже Типа Разность Поколений Вот типа Мы Выкупаем Эту тему Было всегда У нас Да И этот И В целом Вся эта история Мне тоже кажется Прокачивается С каждым годом С каждым десятилетия И понятно Что типа Такие истории Как Секрет Может быть Сейчас не работают Но в то время Это был Я помню Феномен Потому что У меня тоже Я посмотрел Я не читал Я посмотрел Фильм Секрет И меня прям Порвало Просто тогда Я помню Поэтому Друзья Выбирайте Кого слушать Выбирайте Что читать Это важно Бро Следующий вопрос Что важнее делать Музыку Которая понравится Всем Или которая Нравится себе Ааа Это очень Такой Правильный вопрос Потому что У меня На протяжении Вот двух лет Идет борьба Того Что мне нравится И то что нужно Делать Откровенно говоря Перевешивает То что Сейчас Типа Модно И то что Нужно людям Но хочется Хочется Все таки Наверное Больше делать Музло Которое Нравится мне Я к этому Когда-нибудь Обязательно Приду Сто процентов Потому что Ну Сейчас В моменте Я понимаю Что Нужно Сначала Укрепиться И Не знаю Занять Какую-то Свою нишу А потом В дальнейшем Я буду Все таки Наверное Делать то Что Хочется мне То Чего просит Моя душа Я вот Недавно Наткнулся На видео С Термейт Как его зовут Не помнишь Антон Да Да И он Короче Рассказал Такую тему Там Интересная Мысль О том Что Нет смысла Гнаться За чартами Потому что Во-первых Это уже Ну Вторичная История Вторичная История Никогда Не работает И Есть смысл Искать Вот именно Свой почерк Поэтому Мне кажется Отвечая На этот вопрос Конечно Важнее Чтобы Откликалась Вот здесь Внутри Самое главное Да И рано или поздно Ты пробьешь Свою точку И найдешь Своего слушателя И так далее Потому что Когда пытаешься Понравиться Как-то показывает Я тоже пытался Сделать пару треков Которые Типа Знаешь Я типа Ими метил Какие-то там Тренды И так далее И понял Что эта фигня Вообще Абсолютно не работает Эти треки У меня хуже всего Залетели Они мне Типа Меньше всего Нравится И все И тогда Я типа Для себя понял Что нужно Вот прям Делать то Что откликается Внутри Да Я вот Выпустил Сейчас первый Альбом Дебютный Наконец-то Поздравляю Братан Поздравляю Альбом Наконец-то Наконец-то Делать 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 У меня Десять процентов Зарядки Следующий вопрос Тоже Про музыку Какими Качествами Сегодня Должен Обладать Артист Вот По-твоему Ну В первую Очередь Наверное Все-таки Хочется Индивидуальность Потому что На данный Момент То ли Я не в теме То ли Что Я вообще Не понимаю Кто Чего Где Я был На Припати Премии И Там Было Очень Много Новых Артистов Я был В таком Шоке Потому что Ну Реально Ладно Если бы Я не знал Какую-то Часть Из них Я не знал Больше Половины Людей Которые Были Там И При Этом Ну То 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 есть Их Исполнение Блин Но Оно Прямо Одинаковое Прямо Все Под копирку У них Схожи Голоса У них Схожа Внешность И Вообще Ну Вот Куда-то Пропала Индивидуальность Какая-то Прямо Такая Нету Перчинки Есть Такие Артисты Которые Конечно Ну Блин Прям Выделяются Да Такие Как Маруф Я прям Просто Обожаю Там Зиверт У нее Да Голос Прямо Сразу Отличающийся От многих Такие Как Артикасти Они Берут Музлом Потому что Музло Сразу Понимает Что это Артикасти Ну Вот Есть Артисты Которые Реально Прямо Выделяются Но Большинство Из них К сожалению Вот Прям Все Очень Сильно Похожи Особенно Если Ты Их Не Видишь И Слушаешь Радио Это Прям Грустневич Потому что Я Реально Думаю Что Это Все Либо Хамалиновои Либо Это Все Скриптониты Ну То есть Прям Вот Одинаковые Да Ну Да Индивидуальность Важна И Мне Кажется Надо Не Забывать Про Старую Добрую Харизму Потому что Очень Много Артистов Которые Блин Ты Смотришь Ну Профи Поет Офигенно Все Классно Но Типа Не Хватает В нем Вот Этого Знаешь Какой-то Чертовщинки Типа И Все И он Не Работает Поэтому Да Мне Кажется Два Основных Критерия Три Основных Критерия Это Индивидуальность Оригинальность Потом Харизма И Трудолюбие Без Трудолюбия Вообще Вот Типа В нашей Сфере Ты Типа Ничего Не Продать Душу Дьяволу Да Да Желательно Это Тоже Не Помешает Окей Давай Дальше Какую Книгу Сейчас Читаете И Какая Любимая Книга Пойду Попробую Подключиться Да Я уже Про Книги Рассказывал Короче Раскрою Вот Секрет Который Я никому Никогда Не Рассказывал Есть Одна Книжка Подарила Валентина Валя Ты Я 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 Секрет Тише 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 Секрет Книги Очень Прост То Реально Это Просто Тише Очень Тише Но Это Это Теллер Который Продали Просто Миллионными Тиражами Называется Она Величайшая Торговец Мира Там Книга Заключается В том Что она На одну Треть Состоит Из Рассказа Остальная Часть Это Свитки Ну Так Называем Это Нужно Читать Каждый Свиток Читать Каждый День На протяжении Не помню Семи Дней Один Свиток Один И тот Ж Нужно Читать Семь Дней Потом Только Переходить К следующему Итого Вот эту Тоню Книжечку Вы читаете Очень Долго Хотя Ее Можно Прочитать Просто За Один Вечер Но Этого Нельзя Делать Читать По Правилам Она Супер Мотивационная На Заряд Мыслей Прочитаем Прочитаем Такой Маленький Семь Это Можно Семь Маленький Прочитаем Маленький Принц Слушай Слушай Ну Вот По Поводу Этой Книги Что Ты Рассказываешь Это Прям Мантра Какая Получается Да Абсолютно Верно То есть Это Такая История Которую Нужно Нужно Прям Зубрить Читать Чтобы В голове Откладывалось Для чего Делается Этот Процесс Для того Чтобы Ты Прочитал И За Дни Когда Ты Повторяешь Чтобы Ты Смог Переварить Все То Что Там Вложено Ничего Плохого Там Не Еще Раз Величайший Торговец Мира Загугли Я По-любому Прочитаю Я Считаю Трансформацию Реальности Эту Книжку Мне Подарила Мама А мама Подарила А мама Знает Да Друзья Вообще Кстати Слушайте Мам Мам Мамы Знают Что Говорят Я Считаю Трансформацию Реальности Я Вообще В принципе Люблю Психологию Больше Ну и так далее Вот И Люблю Вот эти все Книги В которых По сути Во всех этих Книгах Одни и те же Мысли Просто Они Изложены По-разному И прикольно Когда ты читаешь Книгу Напоминать себе Лишний раз О чем-то Я вот эти книги Люблю Очень Так Следующее Скажу Загуглил Ребята Есть эта книга В интернете Бесплатно Написал ее Ок Мандино Величайший Торговец В мире Она Ну вот Легкая К прочтению Вообще Ну прям Классная Почитайте Ок Мандино Ок Мандино Все Будем знать Бро Следующий вопросик Какое личное качество Помогло больше всего В трудных ситуациях Наверное Самое Лучшее Вот Вовремя Валя ушел Человек Который мне постоянно Говорит Самым моем Хорошем Наверное Качестве Причем Наверное Это он и подчеркнул Что оно у меня есть Это Всегда Оставаться Голодным Голодным До своих целей Голодным До Того К чему я стремлюсь И иду Только благодаря этому Наверное Я Дошел Да Ну Не могу сказать Бизнес Попасть На большую сцену Я это сделал Только в 25 лет И Только благодаря тому Что я Всегда Оставался Голодным И всегда Шел к цели Несмотря ни на что Никогда Даже не допускал Мысли О поражении Никогда Не опускал руки Хотя В моей жизни Поверьте Было очень много Моментов Когда мне отказывали Когда Меня просто Не знаю Пускали на самое дно И Показывали Что Блин Я никто И звать меня никак И что я никогда Ни к чему не приду Но Несмотря на это Все-таки Все случилось Это потому что Внутри вас Должен быть Стержень Четкое понимание Чего вы хотите Ну Что касается Меня У меня это Качество Это наверное Уверенность В себе Причем Я вот Четко Разграничиваю Для себя Самоуверенных Людей И уверенных В себе Казалось бы Плюс-минус Одна и та же Формулировка Но это Абсолютно Разные Понятия Потому что Когда ты уверен В себе Ты Ты к себе И Очень требователен Ты знаешь Чего ты хочешь От себя Требуешь больше А когда ты Самоуверен То порой Ты типа Просто С такой Пеленой На глазах И вот Уверенность В себе Мне помогала Везде Потому что Когда люди Чувствуют Что ты уверен В том Что ты делаешь Они тебе Откликаются У меня Было так Практически Везде Где Где я преуспел Это помогла Уверенность В себе О Вопросик Бро На что Вы потратили Свой первый Миллион Сразу Да Сейчас Сейчас будет Разговор Двух миллионеров Как бы Унимательно Нет Ну Давай будем Наверное Говорить Сразу Про времена Мбенд Когда появился Мбенд Гастролировать И Первые Заработанные Деньги Свой первый Миллион Я Блин Купил машину Я купил машину Потому что У меня была Киа Спорт Какая была Классная тачка Черная Тонированная Я помню Без значка Да Она еще была Без значка Была Да И салон был Рыжий Вообще Просто Да Я обожал Эту тачку А Еще там была Наклейка Джордан На бардачке Да 100% Да Помню Ну у меня Все так же Да Потратил на тачку Первые деньги На тачку На путешествия Мы короче В общем С тобой Знаем Куда вкладывать Бабки В общем Ну это скорее Такие Мечты детства Типа Знаешь Реализовывать Ну все Вопросы закончились Вот есть последний Даже не хочется Вопрос придумывать Просто Хочу сказать Что вы нереальные Это нам с тобой Бро Я хочу тебя поблагодарить Еще раз Огромное спасибо Тебе сказать За этот прямой эфир Поздравляю тебя Еще раз С выходом альбома Спасибо Поздравляю с подписанием Контракта В общем Ты красава Не останавливайся Топи дальше Мы на связи Спасибо Попротив Интересно было Спасибо большое Всем тем Кто нас посмотрел Мы вас любим Не забывайте Слушайте нас Слушайте музыку Не забывай Свои корни Да Слушайте Песни Мбэн Потому что Они Вот здесь Навечно Спасибо брат Рад был тебя видеть Обнимаю Взаимно Обнимаю Всех Любим Пока 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 Продолжение следует...